Тема проповеди называется «Ты тоже станешь старым». Вы знаете, что по-другому ее можно назвать «Уважай родителей» или «Уважай старших пожилых людей». Но когда звучит такое банальное название «Уважай старших и родителей», сразу как-то отключается человек. Сразу кажется, ну, я это знаю, мне это знакомо, не сильно интересно. А когда говорят, ну, ты же тоже станешь, оно как-то аж по-другому все воспринимается и по-другому думается. Поэтому сегодня мы и как раз на эту тему с вами поговорим об уважении к родителям, будучи уже взрослыми людьми. То было к детям, а теперь уже к вам, как взрослым детям. Но у вас уже есть старенькие, возможно, родители и отношения к пожилым людям. Хочу прочитать одно место Писания, 2 Тимофея 3 глава с 1 по 2 стих. Там написано предупреждение. В последние дни наступят времена тяжкие. И сразу хочется сказать, ну, наверное, будет финансовый кризис. Но речь идет не об этом. Это тоже тяжкое время, кризис. Но здесь идет речь о другом кризисе. Написано, в последнее время люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. И дальше родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Как вам кажется, это относится к нашему поколению? Или это было до нас, или будет после нас? Или это в то время тяжкое, в которое мы живем? Написано, люди будут. Значит, это точно будет. Люди будут родителям непокорны, неблагодарны. Есть такое очень современное, модное высказывание, особенно среди подростков, которое звучит так. I hate my parents. Я ненавижу родителей. И вот из-за таких вот высказываний, из-за таких вот отношений к родителям, поэтому сегодня стоит и говорить на эту тему. И первый пункт называется «Почитай родителей и пожилых людей». Начнем с вами исход, 20 глава, с 12 стиха. Написано «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Honor your father and your mother. Respect, honor. Почитай и уважай своих родителей. Матфея, 15 глава, 4 стиха. В новом переводе написано «Бог сказал, «Почитай отца и мать, и кто злословит, обзывается, злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти». Такие были жесткие законы в Старом Завете. Настолько уважение к родителям было на высочайшем уровне. Вы же говорите, если кто скажет отцу или матери, то чем я мог бы тебе помочь? Я пожертвовал Богу, то Ему уже не обязательно помогать отцу. Тем самым вы ради своего обычая отменяете заповедь Божью. Эти слова сказал Иисус Христос, цитируя Старый Завет, обращая и подчеркивая свое внимание снова и снова на важность этой заповеди. Несмотря на то, что строгие законы были в Старом Завете, Христос сам это пересказывает и приносит это и в наше время. И Библия к нас к этому призывает. Конечно, если вы уже имеете свою семью, отдельную семью, вы живете в отдельном доме, то ваш уровень отношения к родителям немножко другой в плане послушания. Вы уже как семья имеете право решать, принимать свои решения по сравнению с теми детьми, которые живут под крышей родителей и которые в полном послушании должны быть родителям. Но тем не менее, несмотря на то, что мы отдельная семья, это не исключает нас или не освобождает нас от этой заповеди почитания своих уже, возможно, стареньких родителей, пожилых людей и так далее. Вопрос возникает, почему или за что их нужно почитать. Сегодня это не очень популярная тема. Я думаю, что не часто мы слышим проповеди, фильмы не часто сегодня. Кто фильмы смотрит, но я не помню, чтобы фильм был такой, что вот, ну, уважайте родителей, название фильма. Наверное, никто не придет на такой фильм. Сегодня эта тема очень непопулярна. Но тем не менее, это остается очень фундаментальное, Божий принцип, фундамент, на который Бог и Слово Божие предлагают строить свою жизнь. И хочу подметить, что это не только относится к детям или к молодежи, но и к взрослым людям, взрослым, которые уже имеют своих детей. Но еще их родители живы. Это относится ко всем нам. Почему стоит почитать и уважать родителей? Потому что, во-первых, к этому призывает Библия. Об этом говорит сам Бог, а не просто проповедник. Потому что они дали вам жизнь, потому что они вас взрастили, воспитали, были готовы умереть за вас, многое пожертвовали ради вас. Родителей стоит слушать, потому что у них есть больше опыта жизни. Поэтому молодым правильно слушать родителей. И родителей нужно почитать не из-за того, что они идеальные родители. Родителей нужно уважать и слушать не потому, что они perfect, или не потому, что они супер, но потому, что они просто родители. Вот ради этого звания Библия нам дает уже заповедь, что родителей нужно почитать. Даже если они не сильно заслужили, даже если они вас где-то в чем-то обидели, даже если они делали какие-то ошибки. Помните, что родителей нужно почитать, потому что они в первую очередь родители. И помните, что они родители первый раз в жизни. До этого у них не было практики, как быть родителями. И, возможно, у них не были все совершенные родители. Но Библия к этому, тем не менее, призывает нас почитать. Интересно то, что Бог ставит в ранге заповедь почтения к родителям первой. И об этом написано Ефесянам 6, глава 2 стих. Написано, «Почитай отца твоего и мать» это первая заповедь с обетованием. Вот так высоко классифицирует вот это отношение к родителям, которое должно быть у нас, детей, взрослых, молодых, тинейджеров, молодежи. Как же можно на практике это проявлять? Почтение к своим родителям. Я сам думаю, что мне еще есть в чем исправляться. Рассуждая над этой темой, многое вижу, где мы, как уже, наверное, взрослые дети, иногда недорабатываем в отношении к родителям. Например, такой небольшой тест вы можете провести для себя все взрослые. Это уже тест для взрослых, как вы относитесь к родителям. Когда последний раз вы спросили у своего мамы или папы, как дела? Просто так, как дела? Не просто по делу, а вот как ты живешь, как ты себя чувствуешь, как твое здоровье, в чем ты нуждаешься. Вот когда это было последний раз именно в твоей жизни? Второй вопрос. Когда родители обращаются к вам за помощью? И как мы реагируем на эту просьбу? Мы где-то это записываем, чтобы не забыть? Или мы как-то пробуем, стараемся сильно ответить и помочь? Или мы просто слушаем и киваем головой, говорим, да, но у нас же дома у своих, свои дети, свои личные проблемы. И оно как-то так уходит, иногда нечаянно, на десятый план. Как, например, мы иногда ропщим в сторону родителей, жалуемся на них. Бывает ли это в нашей жизни? На своих родителей или на родителей жены или мужа тоже нюанс достаточно актуальный бывает. Как мы о них говорим? Думаем ли мы, что они нам надоедают, что они такие назойливые, что они навязчивые, всегда со своими проблемами, всегда со своими какими-то, может быть, требованиями или каким-то негативным таким, может быть, отношением. Пытаемся ли мы как-то игнорировать их звонки телефонные, может быть, специально умышленно уклоняемся, не отвечаем на эти звонки. Возможно, и такое бывает. Как часто вы лично молитесь за вашего папу или за вашего маму? В русском языке есть такое выражение, такой слоган. Ты позвонил родителям? Ну и дальше уже ответ у каждого есть. Вот родители иногда нужно почитать вот в их такой уже немощи или же слабости. Если бы сегодня молодые люди, молодежь, дети поняли, что на этом принципе уважения и почтения к родителям зависит их будущее и их благословение, что именно старшие и младшие нужны друг другу, и что без друг друга мы не можем, и именно имея в церкви, в семье, в друзьях и старших, и младших, именно это поможет нам в жизни сохранить баланс где-то. И это и называется здоровое общество, когда там присутствуют все поколения, три, и бабушки, и мамы, и дети, и так далее. Поэтому сегодня нам всем важно понимать, что несмотря на то, что у нас уже есть свои дети, и мы иногда так озабочены своими детьми, что иногда наши родители, которые еще живы, они уходят на десятые планы, часто мы забываем почитать или уважать как-то их. И иногда мы, возможно, не осознаем, что то, что иногда наши дети сейчас, возможно, смеются с нас, не понимают нас, то придет, или, простите, наоборот, когда мы иногда не понимали наших родителей и смеялись с них, возможно, что они такие отсталые, что они такие немодные, что они ничего не понимают, иногда часто точно так же и мы можем относиться к ним. То есть наши дети будут так относиться к нам. Вот, например, фотография, которую сейчас вы видели, это вот старая фотография, которая, например, мы можем смеяться так с наших уже пожилых родителей. Вот что за прически были в то время, а что за одежда, что за воротники были в то время? И кажется, ну, все было так немодно, все не понимали, все так было как бы некультурно. Но я хочу вам сказать, что придет время, когда ваши дети будут смеяться с ваших фотографий. Вот эта фотография, которую вы видите на экране, это одна из самых популярных, которая есть на Инстаграме. Это вот такая вытянутая рука и чашка кофе. Кто пользуется социальными сетями, тот знает. Кто не знает, это для вас просто откровение. Вот такая популярная фотография. Нету там ни лица, нету там ни людей. Представьте себе, как будут думать о вас ваши дети. Мама, ты что, кофе никогда не видела? Мама, ты что, чашку решила показать? Мама, ты хотя бы лицо сюда вставила? Представьте себе, какие будут у них рассуждения о наших фотографиях. Это все идет к тому, что вот сейчас, когда вы будете видеть эту фотографию, такая рука и чашка с кофем, вы уже будете улыбаться и будете понимать, что ваши дети будут вдвойне улыбаться. И это все идет к тому, чтобы мы поняли, что мы сейчас находимся в той роли, что мы поменяемся ролями. Потом наши дети будут точно так же относиться к нам, точно так же будут, возможно, осуждать, критиковать, или смеяться, или унижать как-то нас и будут думать, что вы не модные, что вы ничего не понимаете. Одним словом, вывод очень простой, что то, что мы сеем, то мы и пожнем. Поэтому сегодня важно понимать детям, молодежи и взрослым уже, родителям, что нам важно почитать родителей, старших пожилых людей и так далее. Вы знаете, что сегодня не популярны, например, фотографии, где находятся три поколения. Вот видите, там бабушки, дедушки, родители и дети. Таких фотографий, они стоят менее и менее популярны. А какая же фотография стает более популярна сегодня? Внимание на экран, конечно же, селфи. Эта фотография более популярна и она актуальна и она описана в Библии. Помните, я читал в начале, написано в Тимофея, что в последнее время наступят времена, какие тяжкие, так говорит Библия. Люди будут какие? Самоцентричны, самолюбивы, самоэгоистичны, сам красивый, сам себя фотографирую, сам себя причесываю, сам себя выставляю, сам себе нравлюсь. Более вот так, меняется, развивается как бы все события в мире, в котором мы живем. Вот почему иногда важно вот просто напоминанием Слово Божие, просто менять фокус, понимать, что есть мода, а есть божественные принципы, есть культура, а есть Слово Божие. Это фундамент, от которого зависит наше благо, зависит наше будущее и будущее наших детей. Старый Завет, он делал, как вы видели, большой акцент на уважение родителей. В некоторых культурах, например, мусульманских, там очень большое почтение к родителям. Очень чувствуется, что в нашем поколении мы теряем это, теряем это. И вот хочется, чтобы мы как христиане понимали, чтобы это было в нашем характере, чтобы мы детям передавали и сами не забывали именно уважать наших родителей. Мне приходилось быть на свадьбе, где одному из родителей даже не дали право помолиться на свадьбе и посадили на так, где-то там сзади. И очень больно было видеть вот это отношение к родителям. Помните, что молодые люди, когда женятся, они бывают, ну, незрелые, да? Молодым можно как-то простить, списать кое-какие ошибки, но очень больно, когда взрослые люди, которые были там, не подсказали, не сказали, что что ты делаешь? Что ты делаешь? Это же твой родитель. Ты обязан почитать, обязан почитать. Но вы знаете, в чем проблема, в чем порог нашего времени? Но я знаете, что вижу? Это переходит и к старшим людям, потому что, если молодые не поняли, что важно, чтобы родители присутствовали, благословляли, и надо давать родителю право помолиться, если даже не было что-то сделано правильно со стороны родителей, родителей нужно прощать, родителей нужно покрывать, родителей нужно уважать не потому, что они заслужили. Родителей, нигде в Библии не написано заповеди, почитай родителей, если мама любит, почитай родителей, если папа хорошо зарабатывал, уважай родителей, если они и то, и то сделали. В Библии написано просто и ясно, без если, почитай маму и папу, и когда уже вот это переходит к старшим людям, что старшие люди уже, так можно сказать, и молодых где-то поддерживают, потому что где-то что-то произошло, то знаете, что получается на практике? Обида идет впереди заповеди. Не заповедь, а обида идет, а потом заповедь где-то там, почитай родителей. Я хочу, чтобы меня услышала церковь живой поток. Пожалуйста, не сейте это в наше поколение. Living Stream и все, кто слышит нас онлайн. Давайте мы будем делать эту революцию в нашем обществе, хотя бы христианском обществе. Хоть как мы можем, возможно, не все мы сможем, возможно, где-то мы ошибались, но давайте будем стоять за эти принципы, не мои, библейские, фундаментальные принципы, почитания родителей и уважения к ним. И всегда помните, пусть идет впереди заповедь, а потом уже все остальное. Второзаконие, написано 5.16. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь. Вот это важно. Повелел Господь. Бог твой. Если Он твой Бог, если Он твой Бог, то Он повелел. И дальше, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо было тебе. Вот это уже бенефиты. Вот это уже награда за почтение. Награда от Господа за уважение к старшим людям и к родителям. Потому что придет день, когда ты тоже будешь старым. Несмотря на то, что это еще далеко, и ты об этом, о пенсии пока не думаешь, но я хочу просто, чтобы ты понял и поверил, ты тоже один день будешь старым. И то, как ты относишься к другим людям, так будут относиться к тебе. Что ты посеешь, что ты и пожнешь. И Библия говорит, почитай отца и мать старших людей, чтобы тебе было хорошо. В твоей жизни, чтобы тебе было хорошо. И это нам сегодня очень важно помнить и очень важно понимать и за эти принципы стоять. это было частью десяти заповедей, которые дал Господь. И это цитируется Иисусом Христом в Новом Завете. Марка 10, 19. Христос перечисляет заповеди и снова упоминается заповедь о почтении к родителям. Знаешь ли заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не обижай, не кради и дальше почитай родителей. И видите, на одном уровне стоит, на высоком уровне стоит, не убивай, не блуди и родителей почитай, уважай, respect and honor your parents. И сегодня, когда молодые люди смотрят разные фильмы, мультфильмы, где часто сегодня унижают родителей, young people, children, please don't watch movies or cartoons where they mock parents. Don't watch it. Don't watch it. Remember, the Bible calls us to respect and honor parents. Не смотрите фильмы, мультики, где унижают родителей, где на них кричат, где их обзывают, где их не слушают, где говорят, что они такие старые, ничего не понимают, ничего в компьютере не разбираются. Don't watch this. This is ungodly. Be godly. Obey and follow the word of God. And you will be blessed in your future life. Вот это то, что нам важно помнить. Поэтому сегодня, пожалуйста, дети, молодые люди, когда говорят старшие люди, родители, не перебивайте их, уважайте их. Если вы хотите что-то родителям вашим подсказать, у вас есть другое мнение, говорите это очень с уважением, вежливо, не говорите грубо, не учите ваших родителей, маленькие дети или молодежь. Помните, что они больше имеют опыта жизни. Они, Библия говорит, заслуживают своего уважения, потому что они родители. Вот как нужно относиться к старшим людям. Написано в Писании, Левитам 19, глава 32 стих. «Перед лицом седого вставай и почитай лице старца». Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то из сегодняшних людей так подорвался, если кто-то зашел седовласый? Сегодня это вообще не модно и сегодня это забыто. Но написано там «Бойся Бога твоего, я Господь». Такой конец стиха очень такой твердый. «Бойся Бога». Поэтому почитай старших людей, уважай их. Уважай их, уважай. И тебе будет хорошо. Вставай перед лицем старца. Выказывайте уважение к престарелым людям. «Stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged people, for seniors». Вы знаете, что часто мы возможно не осознаем или не знаем как много благословений мы имеем в своей жизни, потому что твой старенький папа или твой старенькая мама, бабушка молятся за вас и за ваших детей. Мы многом в этом обязаны. Пункт номер два. Заботься за своих родителей. И сейчас я хочу обратиться снова к взрослым родителям, у которых уже свои дети, но ваши родители еще живы. заботьтесь о своих пожилых уже родителей. Вы знаете, что пожилым родителям приятно наблюдать за тем, что их дети, они хорошие мужья, хорошие жены стали, они заботятся за своих детей, но им очень больно осознавать, что они в этой всей картине забыты. Раньше ваши родители, возможно, они были полезны или потребны. Они вам убирали, готовили, возможно, кушать, где-то за вас платили, смотрели за вашими детьми, давали вам где-то деньги, а потом пришел период, где они стали, так скажем, грубо бесполезны. И часто взрослые дети забывают и делают такой вывод. Дети женились и поняли, что родители должны только нянчить внуков, давать деньги и не вмешиваться в семью. Но это не совсем библейский подход к родителям, которые у вас еще живы. И теперь хочу обратиться к детям, у которых родители живы. 1 Тимофея, 5 глава, с 3 по 4 стих. Написано, вдовиц, почитай истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Это Богу угодно. Это Богу приятно. На это есть Божья воля. Вы знаете, что часто в церкви, особенно в больших церквях, есть структуры, которые заботятся за пенсионеров, за вдов. И в нашей церкви мы тоже это делаем. И часто благодаря таким хорошим проектом, отделом, часто дети здесь путаются или теряются и думают, что уже моей ответственности заботиться за своих родителей уже нет. Церковь позаботится. И слава Богу, церковь заботится и будет заботиться. Но я здесь, чтобы сказать всем, себе и нам, друзья, что в Библии написано, это твоя ответственность заботиться за родителей. Не церкви, а твоя. Если твоя мама и твой папа жив, то это твоя ответственность. Вот это написано в Писании 1 Тимофея 5 глава. Написано, чтобы дети воздавали должное своим родителям. Ответственность лежит на нас, на уже взрослых детях, у которых уже есть свои дети, чтобы мы не забывали их почитать и уважать звонками, финансами, делами, заботой, медициной и так далее. Однажды одна женщина попросила помощь, и к ней пришел человек, который вообще не родственник, и начал ей помогать. И потом спросил у этой мамы, так у тебя же есть дети. И как-то так не подумал и вырвалось, так почему они тебе не помогают. И дальше можно было включать музыку и вытирать слезы. Очень тяжелый и грустный момент, когда у мамы нечего ответить. Комок в горле, слезы на глазах, тяжелый момент. Дети есть, да, но как дать ответ этому человеку, почему они не помогают, язык не поворачивается, а боль внутри. Но слава Богу за добрых людей, которые иногда появляются и как-то помогают. Но я хочу, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие, которое говорит к нам, что это наша обязанность и наша ответственность. Хотя иногда это бывает трудно, у нас есть свои дети, у нас есть свои проблемы, но Библия призывает нас заботиться за своих родителей. И свои дети, чтобы мы почитали и уважали своих родителей. Поэтому и нам вменяется тоже, чтобы мы помогали им где-то и по дому, чтобы мы помнили, что их доход пенсионный очень маленький. Было время, когда мы в детстве бегали «Папа, купи, купи». И мама, папа покупали. А теперь уже наши старенькие мамы и папы не бегают за нами «Купи, купи». Но хочется, чтобы уже взрослый сын или взрослая дочь что-то маме купили, за какую-то медицину заплатили или просто узнали «Мама, что тебе надо?» Может быть, где-то в чем-то тебе помочь или как-то тебя поддержать. Пришла, друзья, другими словами, наша очередь платить, наша очередь служить. Было время, когда вкладывали в нас, а теперь наше время вкладывать в других. И вы знаете, что часто мы это делаем как-то неумышленно. У нас есть свои дети, муж и жена, соседи, друзья. Мы как-то где-то помогаем, не то, что мы плохие, мы где-то участвуем, даже иногда много, и в служении участвуем, но тем не менее иногда вот здесь забываем своих родителей. И написано в Библии, что это заповедь, почитай, заботься за них, и будет благо тебе на земле. 1 Тимофея, 5 глава, написано, кто о своих, особенно о домашних, не печется. Здесь говорится о родственниках, о своих, о близких, что мы должны о них заботиться. Вот почему сегодня я предлагаю, если ваши родители еще живы, вызовите их на разговор, пригласите их на беседу и предложите им вот такой открытый разговор и скажи, мама, не переживай, когда ты состаришься, тебе не нужно думать, где ты будешь доживать свою старость, будешь жить у меня дома. Вы чувствуете, как атмосфера, вот что-то у кого-то вот этот груз, он носится, носится внутри. Мы вроде думали, так, ну так это естественно, мы так и планировали, а теперь еще об этом скажите. Только при свидетелях. Вдруг забудете. Скажите, папа, не переживай, когда состаришься и не сможешь работать, мы комнату найдем, мы сделаем. в дом престарелых не повезем, будешь у нас. Может быть, мама может выбрать другое место или есть другие дети, это не проблема. Главное, чтобы ты был готов в своем сердце, ты за свою семью скажи, а за брата, за сестру, то уже ты за свою скажи. Поговори со своей женой и со своим мужем и убеди их. И вот этот конспект можно распечатать всем и сказать, давайте прочитаем, сколько мест в Писании написано о том, что мы должны почитать, уважать родителей. И если мы взрослые, то это не значит, что теперь уже наши дети должны нас слушать. Да, это само собой, но у нас есть и своя миссия, которую мы должны выполнять очень четко. И если, друзья, ваши родители от вас сегодня живут далеко, и вы не можете их принять в свой дом, они в другом штате, в другой стране, судьба вас занесла так далеко, что это уже не все от вас зависит. Помните, даже если они далеко, вы все равно можете о них проявить заботу, что они почувствуют, они точно почувствуют, что за меня мои дети помнят. Точно почувствуют. И если даже и этот вариант не подходит, тогда забудьте за других пожилых стареньких родителей. Сейте, тогда возможно из-за ваших детей кто-то позаботится в старости. Знаете принцип пускай хлеб по водам работает. Поэтому и это тоже можно применять. Притча 23 глава 22 стих написано «Не пренебрегай матери твоей, когда она состарится». Вообще то призыв Писания, чтобы всегда уважать родителей, мать или отца, но здесь подчеркивается, видите, выделяется отдельной статьей, когда она состарится. Когда она уже будет, ну так, есть такое слово «Юслес», уже все, уже от нее есть такое еще выражение «старая», «малая», то есть уже его надо, вот как детей нужно менять, воспитывать, там где-то что-то, помогать, они полностью зависимы. Вот точно так же и старые люди подходят к этому же рубежу в жизни. И взрослым нужно быть к этому готовым, среднего возраста. Ну и старшим тоже нужно быть к этому готовым. и нужно помнить, что однажды ты тоже станешь старым. И вот это все, оно и к нам вернется. Одна мама рассказывала, как она ухаживала за шестерью детьми, которые родились у них. И потом пришел период в ее жизнь, когда ни один из детей не смог ухаживать за одной мамой. Это время, в которое мы живем. Она за шестерью успевала, а шестера за одной не могут успеть. Для меня большим примером здесь тоже был мой отец. У нас в доме жила бабушка, мама моей мамы. Для него она была теща. Я еще, когда мы жили в Украине, я помню, как она у нас жила не то, что часто, а часто и долго. Это имеется в виду в гости на полгода. Вот так приблизительно. И я помню, что когда, это уже из рассказа знаю, что когда они женились родители, то моя бабушка, она даже не хотела моего папу, потому что он был верующий. А бабушка была неверующая. И она говорила, выходи замуж за любого штунду, за любого пьяницу, но не за штунду, то есть не за верующего. Такие были отношения тогда к верующим, пренебрежение было. И вот представьте себе, папа осознавая это, что его не хотели, что его лучше пусть пьяница будет, но не ты. И потом приходит эта мама, теща, бабушка к нему в дом жить. Ну правда же можно лудились, вы ну можно было пару диалогов таких предложить, таких конкретных. Мужик сказал, она поняла, но здесь был другой подход, вот почтение отношения к родителям. И когда она уже переехала в Америку, сколько лет, 10, 9 лет жила в доме, 9 лет, не 9 дней, не 9 недель, не 9 месяцев, 9 лет. В последнее время она уже не ходила, она уже на костылях была полностью беспомощна, везде нужно было ее и кормить, и купать, и я помню, как папа, я видел, подавал ей еду. И даже получил травму спины, когда бабушка упала, он ее поднимал, она уже была тяжелая, и сам себе травмировал спину. Ради любимой тещи. Вот вы видите, какие примеры почтения или уважения к старшим людям, хотя это даже не была родная мама, но это почтение и уважение родителей, стареньких уже родителей. Это для нас сегодня, я думаю, большой пример, как мы должны относиться к своим пожилым, уже стареньким родителям. Я смотрю на пример Иисуса Христа и в нем тоже вижу заботу и еще раз подчеркивается сильно забота о матери и его отце. Иоанна 19 глава, Иисус Христос висит на кресте, и помните его слова? Обращается к ученику, говорит, вот это твой сын, вот это твоя мать. Другими словами, он твердо сказал, за нее позаботься. Можно было сказать, Христос, ты что, какая мама? Гвозди, пытки, кровь, муки, тебе дышать трудно, сказать слово трудно. А Христос висит и говорит, мама, мама, вот твой, вот, позаботься за него. Это кажется, вау, вау. Христос, ты же мир спасаешь, ты спасаешь весь мир. Вот иногда спасаем весь мир, а забываем за свою маму. И здесь Христос так раз и перевернул, переорить, принципы, поставил по своим местам и сказал, маму не забудь, хоть и весь мир спасаешь. Вот какое должно быть уважение к родителям, почтение к старшим людям. Третий пункт. Молодые и пожилые должны учиться. Это последний. Молодые и пожилые должны учиться. Вы знаете, друзья, что, слушая эту тему уважения к родителям, у кого-то из вас уже родителей в живых нет. И вы думаете, ну, мне уже некого уважать. Похоронили маму, папу. Тогда у меня к вам есть большой призыв. Тогда вам нужно активно начинать учить ваших детей и внуков, как уважать родителей. Активно начинайте прямо сейчас учить ваших внуков, как уважать родителей. это ваша миссия. Это ваша миссия. И учите ваших детей или внуков, пока они еще молодые. Учите, пока вам кажется, они еще не понимают. Вот как мы здесь на сцене. Учите их, чтобы оно в них в памяти оставалось. Потому что, когда они подрастут, они вас слушать не будут. Поэтому, если вы родителей похоронили, не расслабляйтесь. Внуки, беритесь за них. И то, что было упущено, исправляйте там. Им передавайте и вкладывайте вот эти божественные принципы и истины, пока они еще вас готовы слушать. Вот в них передавайте и вкладывайте. Рассказывайте им о том, что придет время, что когда твои родители станут старенькие, они будут беспомощны, они не смогут деньги давать, не смогут тебя кормить, возить. Возможно от них будет неприятный запах, возможно они будут многое просить, вот такими они станут и тогда не забудь, вот тогда не забудь и тогда за них заботься. Вот это нужно учить. Нам кажется оно само собой разумеется, но время и факты показывают, что нет, само собой оно не получается. Наше поколение деградирует. Почтение к родителям его просто не встает. Вот почему в Писании написано, что мы должны учить этому и должны учить. И я верю, что мы должны учить, вот не зря здесь написано учить и молодых, учить и старших, пожилых, стареньких тоже нужно учить. Стареньких пожилых людей нужно учить, как готовиться к вечности, как не бояться смерти, быть уверенным в Боге, в спасении, в вечной жизни. Их нужно учить, как готовиться к переходу. Рекомендую лекцию Лео Франко на YouTube. Можете посмотреть. Называется «Подготовка к старости и переходу». Там есть очень полезные уроки или советы. Поэтому важно учить старших пожилых людей, как иногда отпускать, передавать молодым. Нужно старших иногда тоже учить, как быть довольными, потому что они часто недовольны. Старших пожилых людей, об этом написано в Библии, тоже нужно учить и детей и старших. Читаем с вами титул 2 глава с 1 стиха. Титул 2 глава с 1 стиха. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, это здравое учение, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении, чтобы старицы одевались прилично, были не клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Новый перевод. «Ты должен учить». Видите, учить. Учить нужно. Тому, что соответствует здравому учению. «Учи пожилых мужчин быть воздержанными». Это уже больше говорится о пенсионерах. «Достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви, терпения». И дальше. «Также пожилым женщинам, пожилым женщинам, бабушкам советую вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями. Они должны учить добру». Видите, оказывается, что все должны учиться в разном возрасте. и старшие, и пожилые тоже должны учиться. И должны учиться, как поступать и быть добрым примером. Это не значит, что если человек пожилой, то ему все можно. Если человек старенький, бабушка, дедушка, то ему все можно, все правила можно нарушать, всех можно обижать. Это не значит. их нужно уважать в их статусе, а им в их статусе нужно не забывать, что можно тоже учиться и иногда где-то исправляться. Например, у нас в церкви раздают продукты бесплатно, вы знаете, да? И вы знаете, что это большое проявление характера и христианства внутри. Кто приходит за продуктами, некоторые люди стают очень известными. Известными в плохом смысле. Потому что там, где, кажется, бесплатно дают иногда даже пожилые люди и даже, возможно, духовные, возможно, не проявляют должного характера Христа. И там тоже нужно учить. Учить, что везде есть порядок, везде есть правила. И если человек старше, это не значит, что ему море по колено и он живет без правил. Независимо, в какой стране живет пенсионер, существуют законы и правила для любого возраста. Поэтому этому тоже нужно учиться и быть хорошим примером, как написано здесь, вести благопристойную жизнь, быть добрым примером. Добрым примером. 1 Тимофея, 5 глава с 1 стиха написано «Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, стариц, как матерей». Новый перевод «Не делай грубых замечаний старцу, с уважением убеждай его». то есть, это не значит, что их нельзя учить. Можно, но Библия призывает и говорит с большим уважением и почтением и, наверное, долготерпением «Уважай и делай это с уважением». Не грубо, не резко, но делай. То есть, все зависит, как мы это делаем. Псалом 91 написано о старших людях за старость. с 14 стиха. «Насажденные в доме Господнем они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи». Говорится о старости, о состоянии духа внутри, потому что мы знаем, что тело, оно уже не свежее, физическое тело. Но дух внутри может быть плодовитый, сочный и свежий. Но иногда встречается, к сожалению, что у старых людей уже дух ядовитый. А написано в Библии должен быть плодовитый. Поэтому нам стоит наблюдать за тем, чтобы он был плодовитым, а не ядовитым. Чтобы это привлекало, чтобы оно как-то окрыляло молодых, которые находятся вокруг нас. И вот почему пожилым важно понять, что нужно учиться и учить молодых, потому что об этом написано тоже. Титул 2 глава 3 стиха. Пожилым женщинам советую наставлять молодых женщин. В синодальном переводе «старицы», чтобы вразумляли молодых. Кто должен вразумлять? Старшие пожилые люди. Опыт жизни. Пожилым советую наставлять молодых. И дальше написано любить мужей, детей. людей. То есть есть вот это призвание учить. Поэтому если есть пенсионеры, у которых много свободного времени, меньше уже у вас забот, чем было 20 лет назад, помните, что ваша миссия учить. И хочется задать вопрос пожилым пенсионерам, когда и как часто вы учите ваших внуков? когда и как часто вы учите кого-либо из молодых? Это не просто мое пожелание, об этом пишет Писание. Что это принципы, которые помогут обществу состояться. Чтобы не только один проповедник какой-то говорил об этом, но чтобы в семьях, в домах, везде это процветало и работало. Тогда это будет держать наше общество на основании этого Божьего Слова. Если мы будем делать каждый свою работу, поэтому хочется спросить, как часто вы учите? Предлагали ли вы кому-то вот эти услуги? Давай я расскажу, давай я покажу, давай я научу. 1 Тимофея 1 глава там написано о бабушке, которая передала веру. Помните, да, это местописание. Задействована бабушка, мама, поколение, которые работают на созидание, формирование молодых, на основание и состояние их веры в Бога живого. Поэтому нам стоит об этом помнить. А молодым родителям сегодня хочется сказать, что вам тоже нам нужно учиться и нужно больше вникать в жизнь наших детей. Вникать, не просто знать, что они есть, не просто их кормить и ложить спать и одевать, но вникать внутрь их, что у них есть. Приведу вам статистику детского лагеря, которое было в нашей церкви, лагерь был пару недель назад. Пять самых распространенных вещей, с чем страдают наши дети. Как вы думаете, что номер один? Это их опрашивали, они отвечали. Первое, они ответили, что number one struggle is school. Первое, с чем мы страдаем, не справляемся, это школа, нагрузка там, вот это pressure, ожидание. Второе, номер два, это иметь друзей, иметь нормальных друзей, так как сегодня все друзья в фейсбуке, то настоящих реальных мало осталось, их всех разобрали. Вот иметь друзей, детям трудно сейчас иметь друзей, пусть родители это услышат. Дальше они сказали, отношения между братьями и сестрами в семьях трудно получается строить. Потом написали чтение Библии, это дети понимают и пишут, да, нам вот Библию трудно читать, как-то желания нету или не модно. Потом написали зависимость от электроники, это телефоны, айпеды, игры, все, ютуб, и последнее это буллинг, это запугивание, задирание в школе, это то, чем живут дети. Поэтому родителям хочется сказать, папы, мамы, спрашивайте у детей очень много, спрашивайте часто, и спрашивайте, пока не отвечают. Пока дети, вы знаете, отвечают, возраст у них такой, мы мало спрашиваем, а потом, когда дети уже не отвечают, мы у них много спрашиваем, и они очень мало нам отвечают. Поэтому сейчас используйте этот период в зависимости от возраста ваших детей. Спрашивайте, как школа, как дела, за что ты переживаешь, чего ты боишься, что тебя тревожит. Спрашивайте, какое твое хобби, какая девочка тебе нравится или мальчик, спрашивайте их, чтобы они не с друзьями советовались, а чтобы с вами вам рассказывали. Спрашивайте, ты смотрел что-то плохое, а чему тебя в школе научили, а у вас в школе ругаются, а тебе предлагали покурить. Вот такие вопросы спрашивайте поглубже. Спрашивайте у детей, а ты Библию прочитал? Спрашивайте у детей, а что ты учил в воскресной школе сегодня? Спрашивайте у детей. сегодня наверное не будем просить поднимите руку родителей, кто спрашивает у детей, что они учили в воскресной школе. Как часто мы спрашиваем у детей, что ты сегодня запомнил с проповеди, что ты понял, то, что в церкви проповедовалось сегодня. Давайте на эту тему порассуждаем. Это тоже очень важно. Очень важно. Вы знаете, был диалог двух женщин. Одна молодая, а одна постарше. И одна спрашивает ее, молодая женщина, а почему тебе твои дети не помогают? И пожилая уже в возрасте мама отвечает ей. Внимание, ответ. Когда ты доживешь до моего возраста, то ты поймешь меня. Почему мои дети мне не помогают? правда, какой печальный ответ из реальных событий. Как хочется не ждать, чтобы человек дожил до этого возраста, когда уже ничего изменить нельзя и понял, как хочется менять что-то раньше. Вот почему важно учить детей сегодня и учить молодежь сегодня и учить старших сегодня. Иногда бывает, что старшие люди, их трудно уважать, потому что уже много перекосов идет. И там нам нужно и терпение, и любви проявления, и все, все, наверное, собрать и стоять на заповеди, до конца стараться, до последнего их дыхания сделать все, что нужно сделать со своей стороны. Хотя бывает, что старшие люди, они уже глухие, уже и это нас раздражает. Потом бывают нетерпеливые, бывает, у нас дома жила бабушка, я помню, как часто тяжело было с ней. Бывает, что старшие люди, они потеряны, не знают где, что, все путают, по пять раз одно и то же им объясняешь, но это иногда бывают наши родители, старенькие родители, которые кажутся таким бременем для нас. Иногда эти родители пожилые, они бывают иногда очень требовательны, требовательны. Им дал одно не хочу, другое не хочу, туда не пойду, не буду, таблетки дал таблетки, не пьет, таблетку сказал одну пей, выпил опять на всякий случай и попробуй, а потом везешь в emergency, опять по-новому все объясняешь, а потом надо и покупать, и помыть, и переодеть, это все вот возраст. Реальность, которая придет ко всем, но мы о ней не думаем. Иногда трудно, трудно бывает с пожилыми старыми родителями. Они стоят очень зависимы. У тебя свои дети, и они еще зависимы. Они нуждаются в уходе везде и во всем. Но можно посмотреть на эту сторону, на эти же, на эту реальность с другой стороны. Ведь если это твои родители, то помни, что когда-то они вложили в тебя, и они глухие были, да, они стали глухие, но они были глухие к чему-либо негативному в своих детях из-за любви к ним. Иногда эти же пожилые родители, да, они нетерпеливы, но они были нетерпеливы к любым угрозам, что касаясь их любимых детей, они всегда были готовы встать на защиту и положить свою жизнь. Да, иногда они потерянны, крайне смущены, когда особенно мы страдаем. Когда нам больно, им больно. Это наши родители. И да, они бывают требовательны, но они и были требовательны. Они требовали самого лучшего для нас. Помните? Да, трудно, трудно со старшими родителями, трудно. Трудно отплатить за все, что они сделали для нас. Зависимы. да, теперь они зависимы, потому что они положили свою жизнь ради нас, чтобы мы могли стать независимы. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованиями. Почитай отца твоего и мать, как повелел тебе Господь, чтобы хорошо тебе было, чтобы тебе хорошо было. Если живы, почитай, заботься, а если уже их нет, бери за внуков и действуй. Помните последний пункт, учиться нужно всем, и молодым, и старшим. Давайте будем учиться. Моя тема закончена, а теперь несколько слов к тем людям, которые проходят разные трудности сегодня. И вам эта тема не актуальна. Но вы пришли в церковь из последних сил. Вы думали не идти, но вы здесь. Теперь это слово ободрения для вас. Когда мы проходим трудности и переживания, и нам очень плохо, нету настроения, больно кажется, безвыходность и тяжесть. Одна из проблем, почему мы так чувствуем, на основании Писания, это проблема в нашем духе. Именно в духе. Писание призывает нас ходить по духу, поступать по духу. И притчей 18 глава написано «Пораженный дух, кто сможет подкрепить, помочь, исправить?» Когда ты внутри сломлен, подавлен, проблемы, кажется, не касаются твоего духа, но твое состояние тяжелое и грустное, причина внутри, в духе. в сломленном духе. И дальше вопрос очень логичный, какой же выход? Что же мне делать? Я уже здесь сижу, родители ее уважаю, но мне тяжело. Написано 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стиха по 20. Этого нету на экране, это уже дополнение для тех, кому нужно услышать это сегодня. 1 Коринфянам, 6 глава, можете дома почитать, 17 стиха, написано о духе, который сломлен, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Соединяющийся с Господом становится один дух. Что-то происходит внутри, дух меняется внутри, трансформируется, оживается, оживает, стает один с Господом. И дальше вопрос очень важный, как это на практике сделать? И 20 стих делает вывод. 20 стих этой же главы там написано так, посему, по-английски therefore, то есть вывод, и так прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. И тогда ваш дух оживет. Это для тех, кому тяжело внутри, кому больно дальше нести нет сил. вы можете прийти домой, и мы будем это делать сейчас, группа можно выйти. Написано соединяйся с духом, в духе с Богом, соединяйся в молитве, в твоем почтении, поклонении к Богу, соединяйся, чтобы ты стал один. И как это делать на практике? Прославляя Бога в телах и в душах. Видите, уровни разные, глубокие. прославляй Бога. Прославляй Бога. И тогда придет оживление, обновление в твой дух. А когда дух оживает, то тогда, друзья, да, вокруг ветры еще могут дуть и штормы будут, но когда внутри дух твой тверд, то помните, да, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Давайте мы встанем. conquer во- extraordin релик - и на д Продолжение следует...